здравствуйте друзья вы на канале медведь вяжет и с вами как всегда я лидия медведь тема сегодняшнего видео японка от дизайнеров drops мастер-класс для всех размеров в предыдущем видео как раз и был анонс на этот мастер-класс ссылку на это видео можно найти в инфобоксе вот на этой фотографии вы видите как джемпер от дизайнеров drops сидит на модели обычно мы называем этот джемпер японкой хотя дизайнеры такое название не употребляют вы знаете что я большая поклонница японок и связала их много их можно увидеть у меня на канале но тем не менее когда я увидела это эту фотографию этот джемпер от дизайнеров drops мне захотелось сделать мастер-класс по описанию от drops для того чтобы вязальщица любого уровня мастерства даже самая начинающая которая умеет вязать только лицевые и изнаночные но хочет связать этот джемпер и она бы смогла связать этот прекрасный джемпер эту прекрасную вещь мой джемпер уже готов и я хочу представить вам небольшую фотосессию чтобы вы мы вы могли увидеть как мой готовый уже джемпер сидит на модели сегодня первая часть мастер-класса по вязанию японки от дизайнеров drops и я хочу подчеркнуть что мастер-класс очень подробный но практически попетельный и так в первой части мастер-класса перед нами стоят такие цели нам нужно связать цельновязную горловину вместе с тростком по цельновязной горловине нам нужно познакомиться с принципом диагонального вязания кокетки у японки и наконец нам нужно связать кокетку у японки и я желаю вам мои дорогие вязальщицы успехов в работе над этим прекрасным чудесным джемпером и начнем как всегда с пряжи вы видите по фотографии что здесь используется три различных цвета три контрастных цвета дизайнеры предложили вязать этот джемпер из пряжи в которой в 50 граммах 120 метров значит вы можете взять любую пряжу которую у вас есть но важно чтобы метраж соблюдался для того чтобы воспользоваться всеми расчетами которые предлагают дизайнеры drops основной цвет это бежевый цвет и два контрастных цвета это вот такой вот темно-синий и темно-серый цвет это пряжа от фирмы катя базик мерина в составе 52 процента шерсти 48 акрила подробно об этой пряжи я рассказывала в анонсе к этому мастер-классу вы можете к нему вернуться и более подробно послушать мой рассказ об этой пряже у меня здесь спицы длиною 80 сантиметров и такие спицы такого же размера длиною полтора метра вот эти вот спицы всегда меня выручают когда мне нужно вязать по кругу спицы и пряжа у нас готова сейчас нам нужно ознакомиться с вами с количеством пряжи которая нам нужна для различных размеров потому что дизайнеры drops как всегда дают свое описание для всех размеров и вот для размера с светло-бежевой пряжи потребуется четыреста пятьдесят граммов для размера m 500 граммов для размера l 550 граммов для размера xl 600 граммов для размера 2xl 700 граммов и для размер 3xl 750 граммов а вот серого цвета и синего цвета потребуется по одному мотку для каждого размера. Итак, мы определились с вами с тем количеством пряжи, которое нам необходимо для того, чтобы вязать этот джемпер. Ну и причем я много вяжу по описаниям от дизайнеров Drops, и обычно они всегда точно указывают нужное количество пряжи для вязания той или иной модели. Поэтому я приобрела в точности столько пряжи, сколько указали дизайнеры Drops. Мною связано много японок, но при работе над вот этой вот японкой мы будем применять некоторые приемы, которые я показываю первый раз. И причем я сразу хочу заметить, что вот эти новые приемы, они облегчат вязание японки и сделают эту модель еще более простой для нас вязальщиц-рукодельниц. И первая особенность – это цельновязная горловина. Когда раньше я показывала в мастер-классах свои японки, то у меня горловина вязалась, когда вывязывалась, когда изделие уже было готово. И были вопросы, можно ли вязать цельновязную горловину. И вот сегодня мы как раз и будем вязать с вами цельновязную горловину. Но это даже еще и не все. Мы с вами будем вязать росток по цельновязной горловине. Дизайнеры Drops никогда не вывязывают росток. И вот эта вот модель, которую мы с вами будем вязать, мы ее видим только по передней части. Но и по спинке горловина у этого джемпера точно такая же, как и по переду. Почему я говорю так? Хотя я не вижу фотографии со спины. Потому что дизайнеры не вывязывают росток. А это значит, горловина одинакова и по переду, и по спинке. И вот есть чертеж изделия. Графическое изображение изделия. И посмотрите, вот она, горловина. Она одинакова и по переду, и по спинке. Мы с вами будем вязать росток. И тогда он будет выглядеть совершенно по-другому. Вот так вот он будет выглядеть. Этот росток по цельновязной горловине. Ну, все по порядку. Сейчас мы с вами определимся, сколько нам нужно набрать петель на тот или иной размер. Для размера S нам нужно набрать 96 петель. Для размера M 100 петель. Для размера L 104 петли. Для размера XL 112 петель. Для размера 2XL 116 петель. И для размера 3XL 120 петель. Мы с вами будем вязать росток по цельновязной горловине. Я с вами этот росток сейчас в этой мастер-классе не буду провязывать вместе. Потому что у меня есть мастер-класс по вывязыванию ростка по цельновязной горловине. И я выпустила этот мастер-класс в медвежьей школе вязания специально перед этим мастер-классом по вязанию японки от дизайнеров Дропс. Чтобы вы, дорогие вязальщицы, могли бы ознакомиться и научиться вязать росток по цельновязной горловине. Итак, нам известно, сколько петель нужно набрать для цельновязной горловины для каждого размера. Я буду вязать размер S и я набираю 96 петель плюс 1 петля для замыкания круг. Это я уже сделала. И вы видите, что у меня стоят маркеры. Маркер начала ряда естественно стоит. И еще маркеры, которые отделяют равные части по горловине. И в каждой части у меня по 24 петли. Я буду сейчас вязать цельновязную горловину и по ней буду вывязывать росток. Это сделать очень легко, если вы уже ознакомились или ознакомитесь с мастер-классом, обложка которого выглядит вот таким вот образом. И этот мастер-класс называется «Росток по цельновязной горловине для японки круглой кокетки смещённого реглана». Я думаю, что не стоит повторять то, что уже есть на канале. Поэтому вы делаете набор для цельновязной горловины. Делите петли на 4 равные части, ставите маркер начала ряда и начинаете вязать горловину вместе с ростком, который вывязывается по этой цельновязной горловине. Возможно, вы уже видели этот мастер-класс по вывязыванию ростка по цельновязной горловине. А если нет, то вы всегда можете найти этот мастер-класс, пройдя по ссылке в инфобоксе. Я сейчас самостоятельно вывяжу горловину, цельновязную горловину вместе с ростком, и мы с вами снова встретимся. Вот и готова цельновязная горловина вместе с ростком, который мы провязали по горловине. Давайте сейчас сложим горловину так, как она будет выглядеть уже в готовом изделии. Вот так вот она будет выглядеть в готовом изделии. И давайте сейчас посмотрим, так какова же разница между высотой горловины по спинке и высотой горловины по переду, чтобы определить глубину ростка. Прикладываю линейку. 4 сантиметра. 4 сантиметра – это глубина ростка. Это хорошая глубина ростка, которая даст хорошую посадку нашему будущему изделию. Итак, горловина вместе с ростком готова. И теперь, после вывязывания цельновязной горловины вместе с ростком, нам нужно провязать первый круг, который уже будет относиться к самому изделию. И я назову этот первый круг установочным рядом, потому что мы в этом круге сделаем подготовку для распределения петель и для вывязывания углового реглана, то есть распределения петель для вывязывания самой японки. В первом круге нам нужно для некоторых размеров сделать прибавки. Для размера S и M прибавок делать не нужно. Для размера L нужно прибавить 8 петель. И тогда у нас после вывязывания первого круга самого изделия на спицах будет 112 петель. Для размера XL нам нужно прибавить тоже 8 петель. И тогда после вывязывания первого круга у нас на спицах будет 120 петель. Для размера 2ХЛ нам нужно также прибавить 8 петель в первом круге. И вот после провязывания первого круга у нас на спицах будет 124 петли. Для размера 3ХЛ в первом круге нам нужно добавить 24 петли. И тогда после провязывания первого круга после горловины, которой мы вяжем, у нас на спицах будет 144 петли. Но помимо того, что мы сделаем для некоторых размеров прибавление в первом круге после вывязывания горловины, в первом же круге нам нужно распределить петли, выделить центральные петли, которые можно назвать регланными и разделить все петли на 4 равные части, которые и будут создавать угловой реглан. Давайте сейчас посмотрим технический чертеж, как это делается. И тогда будет нам очень легко понять, как вязать японку и вязать саму японку. Как же рассчитать ритм прибавок? Чтобы рассчитать ритм прибавок нам нужно общее количество петель, которые есть у нас на спицах, разделить на то количество петель, которые нам нужно прибавить. Вот, например, у нас на спицах 120 петель, а прибавить мне нужно 24 петли. Это значит, что 120 я делю на 24 и получаю число 5. Это значит, что после каждой пятой петли я буду делать прибавку накидом или лучше из протяжки. Вот так вот определяется ритм прибавок. Я думаю, что каждый из вас сумеет для своего размера рассчитать ритм прибавок. В первом круге после вывязывания цельновязной горловины мы будем распределять петли для вывязывания углового реглана. Одна метка у нас уже есть. Это средина спины. Это то место, где у нас стоит маркер начала ряда. Я покажу вам, как я делаю расчет для размера S, потому что я буду вязать размер S. Вы же, мои дорогие вязальщицы, подставите свои цифры и сделаете то же самое, чтобы понять, как распределить петли для японки. Итак, у меня 96 петель. Прибавок для этого размера в первом круге делать не надо. для японки нам нужно выделить 4 регланных линии. Значит, от 96 нужно отнять 4. И останется 92 петли. Теперь 92 петли нам нужно разделить на 4, потому что все части, все 4 части японки должны быть равны между собой. 92 разделить на 4 будет 23 петли. Итак, здесь у нас стоит маркер начала ряда. Я отсчитываю 23 петли и выделяю одну петлю для регланной линии, которые пройдет по центру рукава. Выделяю одну петлю, после нее отсчитываю еще 23 петли. Выделяю следующую центральную петлю для регланной линии, которая пройдет по центру переда. От этого места, от этой петли, которую я выделила маркерами, я отсчитываю еще 23 петли. Выделяю еще одну петлю, которая будет центральной петлей для регланной линии, которая пройдет по рукаву. Таким образом, я распределяю вот эти вот все петли для того, чтобы начать вязать японку. Четыре регланной линии выделены. Каждая регланная линия по одной петле. И четыре равные части, которые у меня равны 23 петлям. такие же рассуждения вы сделаете для своих размеров. И можете рассчитать, сколько петель будет составлять каждая часть из этих четырех, которые мы выделяем для японки. Но тем не менее, я, конечно, все рассчитала и дизайнеры дропс тоже указали, сколько петель нужно выделять на каждую часть для всех размеров. И сейчас я их вам покажу. И вы можете просто перечертить для себя технический чертеж того размера, который вы вяжете и пользоваться теми расчетами, которые сделали дизайнеры дропс. Итак, после того, как мы выделили по одной петле на 4 регланные линии, каждая часть для размера S равна 23 петлям, для размера M 24 петлям, для размера L 27 петлям, для размера XL L каждая часть после выделения 4 петель на центральной регланной линии равна 29 петлям, для размера 2 X L каждая часть после выделения петель для регланных линий равна 30 петлям, и для размера 3 X L каждая часть после выделения 4 петель для регланных линий равна 35 петлям, распределили петли и все это происходит в первом круге, который мы провязываем после того, как готова горловина и росток по цельновязной горловине. Я провязала первый круг после цельновязной горловины и распределила петли. Маркер начала ряда у нас стоял по центру спинки и в дальнейшем мы все измерения будем делать именно от по центру спины, по вот этой вот регланной линии, которая будет проходить по центру спины. Но более удобно будет, если мы маркер начала ряда приблизим немножко к вот этому маркеру, который отделяет центральную регланную петлю по центру рукава. Так нам будет удобнее делать накиды вокруг вот этой вот центральной петлей, которая будет проходить по спинке. Итак, у нас все готово для того, чтобы начать вывязывать угловой реглан. Как это делать? Это делается ну, как бы можно сказать, рапорт вот этого вот вывязывания углового реглана, он для кокетки состоит из двух рядов. Давайте опять графически посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, после установочного ряда, в котором мы сделали все расчеты, начинаем формировать угловой реглан. Я уже сказала, что угловой реглан, чтобы сформировать, нам нужно провязывать рапорт, который состоит из двух рядов. И вот первый ряд. В первом ряду до и после петель регланных линий, которые мы выделили маркерами, нам нужно делать накиды. Вот петля регланной линии, которая проходит по центру спины. маркер начала ряда у меня перенесен немножко, смещен немножко в сторону. Я вяжу, дохожу до петли регланной линии и делаю перед этой петлей накид. Делаю после этой петли накид. так и поступаю со всеми остальными петлями, которые я выделила для регланных линий. Делаю накид до этой петли и после нее, до этой петли и после нее, до этой петли и после нее. Таким образом я провязываю первый ряд и возвращаюсь к маркеру начала ряда. Я так вот себе записала. Первый ряд делать прибавки накиды. Вяжем второй ряд и теперь во втором ряду мы должны провязывать эти прибавки, провязывать эти накиды и больше никаких изменений, никаких новшеств для вязания второго ряда нет. Нам нужно просто провязать второй ряд и провязать накиды, которые мы сделали до и после центральных линий. Давайте сейчас на практике посмотрим, как это делать. Маркер у меня передвинут. Я сейчас нахожусь перед центральной петлей по спинке. Дизайнеры дропс указали, что нам для вязания самого углового реглана нужно перейти на спицы номер 4, что я и делаю. Итак, я нахожусь перед центральной петлей по спинке. И мне нужно делать накиды. здесь можно и лучше всего научиться делать прямые и обратные накиды. Для того, чтобы ряды или линии углового реглана как бы елочкой расходились от центральной петли. Перед маркером нам нужно сделать обратный накид. То есть нормальным то образом мы делаем накид от себя, а вот обратный мы делаем к себе. Сделала накид перед центральной петлей. Маркер пересняла. И я хочу выделить петли регланных линий. Поэтому в этом первом ряду я буду снимать просто центральную петлю. Она у меня будет выкинутая. маркер переснимаю после того как пересняла центральную петлю регланной линии. И после нее я делаю обычный прямой накид. То есть от себя. Вяжу до следующего маркера. маркера. Довязала до следующего маркера. И перед этим маркером я опять делаю обратный накид. Маркер переснимаю. Петлю регланной линии переснимаю, потому что она у меня будет выкинутая. Второй маркер переснимаю и делаю обычный прямой накид. И так вяжу до следующего маркера. маркера Дошла до третьего маркера. Перед маркером делаю обратный накид. То есть к себе. Маркер переснимаю. Переснимаю центральную петлю, потому потому что она у меня будет вытянутая петля. Переснимаю второй маркер и делаю обычный прямой накид. И вяжу до четвертого маркера. . дошла до четвертого маркера и все повторяю то что я уже делала вокруг первых трех маркеров обратный накид то есть к себе маркер переснимаю переснимаю центральную регланную петлю второй маркер переснимаю и делаю снова прямой накид вяжу до маркера начало ряда вот маркер начало ряда это значит что первый ряд с прибавками я провязала теперь буду вязать второй ряд где я буду уже провязывать сделанные вокруг центральных петель накиды дошла до центральной регланной петли по центру спинки то есть после маркера начала ряда это моя первая регланная линия или первая петля центральной регланной линии которая проходит по центру спинки и теперь мне нужно провязывать эти накиды но здесь есть две возможности мы можем провязывать эти петли скрещенными а можем их просто провязывать лицевой если мы эти петли будем провязывать просто лицевой то у нас будут вот такие вот красивые дорожки формироваться а если мы будем эти петли провязывать скрещены то таких дорожек формироваться не будет то есть не будет этих дырочек вокруг центральных регланных петель дизайнеры drops они вяжут эти накиды обычными лицевыми петлями они выглядят вот так вот как на этом образце но я по желанию модели которая будет носить этот джемпер я не буду делать этих дырочек я буду накиды провязывать лицевыми скрещенными и вот обратный накид я провязываю за переднюю стенку лицевой петлей маркер переснимаю центральную петлю провязываю лицевой маркер переснимаю а второй накид я провязываю за заднюю стенку лицевой скрещены и так вижу до следующего маркера дошла до следующего маркера и обратный накид который я делала перед маркером провязываю лицевой скрещенной за переднюю стенку маркер переснимаю провязываю центральную петлю регланной линии второй маркер переснимаю и накид с другой стороны от маркера провязываю лицевой скрещены за заднюю стенку и так вижу до следующего маркера дошла до третьего маркера и точно так же первый накид по ходу вязания то есть перед маркером провязываю лицевой скрещены за переднюю стенку провязываю петлю центральной регланной линии маркер переснимаю и второй накид провязываю лицевой скрещены за заднюю стенку и вяжу до последнего четвертого маркера дошла до четвертой регланной линии и накид перед маркером провязываю за переднюю стенку лицевой скрещены накид переснимаю провязываю центральную петлю лицевой второй маркер переснимаю и второй накид провязываю лицевой скрещены за заднюю стенку и вяжу до маркера начала ряда дошла до маркера начала ряда это значит что я завершила провязывание второго ряда моего раппорта для вывязывания углового реглана за счет того что мы будем повторять первый и второй ряд у нас будет увеличиваться количество петель и будет формироваться угловой реглан таким образом мы продолжим с вами вязать кокетку японки в первом ряду мы будем делать накиды а во втором ряду мы будем их провязывать и сейчас можете записать для себя для своего размера сколько раз мы должны сделать прибавление по кокетке для каждого отдельного размера вот для размера S нам нужно сделать по кокетке прибавок 40 раз и тогда когда мы сделаем по кокетке прибавок 40 раз то длина регланной линии будет соответствовать двадцати девяти сантиметров и на спицах будет четыреста шестнадцать петель можно конечно взять счетчик рядов а если вы вяжете вот эти накиды провязываете обычной лицевой и у вас образуются вокруг регланной петли вот такие вот дырочки то посчитать прибавки очень легко ведь каждая вот эта вот дырочка это два ряда провязывание сначала накид а потом провязывание этого накида образует дырочку а это значит что каждой вот такой дырочки соответствует два ряда очень легко посчитать и по самому изделию и можно использовать счетчик рядов для размера М нам нужно по кокетке сделать сорок четыре раза прибавки тогда длина регланной линии будет тридцать один сантиметр и в результате вы вывязывания вот этой регланной линии на спицах будет четыреста пятьдесят две петли для размера Л нам нужно по кокетке сделать сорок восемь раз прибавки тогда длина регланной линии у нас будет тридцать четыре сантиметра и на спицах в результате вы провязывания кокетки и после вот этих всех прибавок которые мы сделаем по кокетке на спицах будет четыреста девяносто шесть петель для размера ХЛ нам нужно по кокетке сделать пятьдесят один раз прибавки и в результате того или вернее сказать после того как мы пятьдесят один раз сделаем эти прибавки то длина регланной линии будет тридцать сантиметра а на спицах будет пятьсот двадцать восемь петель для размера 2ХЛ нам нужно по кокетке сделать прибавок пятьдесят шесть раз и после того как мы пятьдесят шесть раз сделаем прибавки по кокетке то длина регланной линии будет сорок сантиметров а на спицах у нас будет пятьсот семьдесят две петли и для размера 3ХЛ нам по кокетке нужно сделать прибавок пятьдесят девять раз после того как мы сделаем эти вывяжем все эти ряды с прибавками пятьдесят девять раз то длина регланной линии будет сорок два сантиметра и на спицах после вывязывания вот этой длины регланной линии и после провязывания прибавок по кокетке на спицах будет шестьсот шестнадцать петель может быть вас удивить что вот длина регланной линии как бы получается длинной на самом деле угловой реглан длина ну не соответствует обычному реглану и длина регланной линии для того чтобы попасть в размер должна быть длиннее чем это мы делаем в обычном реглане как делать измерение регланной линии после того как мы сделали росток по цельновязной горловине мы продолжаем вязать изделие и делать мы можем измерять вернее длину регланной линии по центральным регланным петлям по длине этой регланной линии в любом направлении потому что для измерения для измерения длины регланной линии нам не надо измерять горловину мы будем делать это измерение без учета длины цельновязной горловины таким образом когда мы закончим вывязывать кокетку японки у которой росток провязан по цельновязной горловине то мы можем сделать измерение по любой из этих четырех регланных линий они будут у нас одинаковые они могли бы быть разные если бы мы делали росток у горловины но мы делали росток по цельновязной горловине поэтому длина всех частей всех регланных линий после вывязывания кокетки будет одинаково перспектив перешли перешли для себя все параметры которые я уже назвала и которые вы видите вот на этих листах и естественно соответственно своему размеру это нам понадобится для того чтобы сверяться с тем сколько мы уже провязали длину регланной линии сколько сделали прибавок и сколько петель у нас на спицах нам нужно знать когда начать вывязывать первую полоску по кокетке изделия мы видим что первая полоска сделана из наиболее темной пряжи значит я первые полоски буду делать из темно-синей пряжи и вторая полоска следующая за ней полоска будет более на какой-то тонной светлее серая серые полоски будут следовать после того как я вывяжу полоски более темным цветом как в какой сколько нам нужно провязывать рядов и как располагать эти полоски после того как мы провязали горловину распределили петли и начали вязать кокетку то первую полоску мы начинаем делать после того как мы провяжем шесть рядов в кокетке после того как мы провяжем шесть рядов в кокетке мы включаем другой цвет и начинаем формировать полоски платочной вязкой а вы знаете что по кругу платочная вязка формируется в результате провязывания двух рядов первый ряд лицевой мы провязываем второй раз изнаночной и получаем полоску или дорожку платочной вязки и с интервалом в три ряда между дорожками мы повторяем провязывание дорожек платочной вязкой темного цвета три раза начинаем первую полоску темным цветом затем провязываем полоску из трех рядов базовым цветом затем снова следует полоска темным цветом полоска платочной вязки после нее опять три ряда мы провязываем базовым цветом и снова одна дорожка платочной вязки после этого мы основным цветом вяжем 14 рядов и тоже то же самое в такой же последовательности с такими же интервалами сочетание цветов мы включаем в работу второй цвет это у меня серый цвет давайте сейчас вместе провяжем с вами первую полоску или первую дорожку платочной вязки и посмотрим как это у нас получается и так я провязала шесть рядов если считать от начала горловины и теперь буду вводить новый темный цвет в мое вязание и буду провязывать первую дорожку платочной вязки я буду вводить новый цвет от маркера начала ряда я напомню что дорожка платочной вязки при вязании по кругу состоит из двух рядов первый ряд это ряд из лицевых петель и второй ряд это ряд из изнаночных петель нить основного цвета я оставляю и не обрываю ее и присоединяю новый цвет оставляя длинный хвостик можно так сказать начинаю вязать первый ряд дорожки платочной вязки лицевыми петлями я начала от маркера начала ряда я дошла до маркера который отделяет центральную петлю которая проходит по спине делаю то как всегда мне нужно делать обратный накид то есть накид к себе потому что диагональное вязание будет продолжаться независимо от того каким цветом мы вяжем и так обратный накид я сделала маркер переснимаю петлю центральную петлю переснимаю не провязывая потому что она у меня вытянутая маркер пересняла сделала обычный прямой накид и вяжу дальше лицевыми петлями точно так же делая накиды вокруг петель регланных линий давайте с вами встретимся когда я провяжу этот ряд лицевыми петлями я провязала первый ряд лицевыми петлями это первый ряд в моей дорожке платочной вязки второй ряд дорожки платочной вязки мне нужно вязать изнаночными петлями но вот у маркера начало ряда там где я присоединяла нить мне нужно вот эти нити расположить вот таким вот образом нить основного цвета и хвостик от новой пряжи которую я включила в работу они у меня будут идти поверх рабочей нити которая идет от моточка так я располагаю нить для того чтобы в месте присоединения нового цвета не образовалась бы дырочки и хорошо подтягиваю нить и начинаю вязать изнано петли этот второй ряд начинаю вязать изнаночными петлями и у меня образуется первая дорожка платочной вязки я дошла до первого маркера который отделяет центральную петлю регланной линии которая проходит по спинке и мне теперь во втором вот этом ряду провязывания дорожки платочной вязки нужно провязать накиды которые мы сделали в предыдущем ряду если вы делаете вокруг центральной петли регланной линии дырочки то тогда провяжите накид так как мы вы провязывали все эти накиды до этого ряда то есть лицевой петлей чтобы все дырочки которые так украшают изделия и которые располагаются вокруг центральной петли регланной линии чтобы они эти дырочки выглядели одинаково но я вяжу накиды скрещенными петлями у меня не образуются дырочки вокруг центральной петли регланной линии поэтому я накид провяжу изнаночной скрещенной то есть это же у меня перед маркером центральной регланной линии идет обратный накид я этот накид провяжу за переднюю стенку провязала маркер переснимаю и теперь провязываю центральную петлю то есть петлю центральной регланной линии я ее провяжу лицевой петлей почему потому что вот это вытянутые вытянутые эти петли будут проходить по центру рукава по центру груди по центру спины и я хочу чтобы они красиво и рельефно смотрелись и смотрелись одинаково то есть лицевыми петлями и вам также советую провязывать эту петлю центральную петлю регланной линии лицевой петлей если ну тем более если она и вытянутая то в первом ряду вы ее снимаете а во втором провязываете лицевой петлей провязала центральную петлю регланной линии второй маркер переснимаю и теперь мне опять нужно провязывать накид кто вяжет так чтобы образовались дырочки вы провязываете лицевой петлей а я провяжу изнаночной скрещенной петлей потому что у меня дырочки не образуются и я провяжу этот накид изнаночной петлей за заднюю стенку то есть перед маркером я провязываю обратный накид изнаночной петлей за переднюю стенку а второй накид который я делаю обычный прямой накид Я буду провязывать за заднюю стенку и вяжу дальше до маркера начала ряда. Готово. Первая дорожка платочной вязки темно-синим цветом. И сейчас я снова у маркера начала ряда. Я сейчас буду вязать основным цветом. Три ряда. Эти три ряда будут отделять у меня три дорожки платочной вязки одинакового темно-синего цвета. И в этом месте я опять нить не обрезаю, эту темно-синюю дополнительную нить, которую я провязываю дорожки платочной вязки. Я ее не обрезаю, а я просто перекручиваю эти нити. Хвостик от темно-синей пряжи и нить от самой темно-синей пряжи я вывожу наверх. А под низом у меня идет нить светлого базового бежевого цвета. И сейчас я буду провязывать три ряда лицевыми. После чего я опять вывяжу дорожку платочной вязки. Затем опять провяжу базовым цветом три ряда лицевыми. И провяжу еще одну дорожку платочной вязкой вот этого темно-синего цвета. И в каждой серии у нас провязывание этих дорожек платочной вязки будет по три дорожки. Давайте сейчас самостоятельно провяжем эти три дорожки платочной вязки и встретимся с вами. И вот я выполнила, провязала первую серию трех платочных дорожек из темно-синего цвета. И в процессе вязания я переместила маркер начала ряда со средины вот этой вот части по спинке к самой регланной линии по плечу. Мне так удобнее было менять цвет. И замена, смена цвета произошла очень хорошо и незаметно. Именно в этом месте. Сейчас я отрежу темно-синюю нить. Она мне понадобится гораздо позже, поэтому я могу ей отрезать эту нить. Я обрезала нить синего цвета и оставила достаточно длинный кончик. Я оставила такой длинный кончик, потому что, когда я работу закончу, мне удобнее будет заправить этот кончик, если он будет достаточно длинный. Давайте посмотрим снова на фотографию этого прекрасного джемпера. Мы с вами сейчас находимся вот в этом месте. Мы провязали с вами первую серию дорожек платочной вязки. У меня это синий цвет. И напомню, что интервал между синими дорожками платочной вязки выполняется основным цветом и составляет три ряда. И вот, когда первая серия дорожек платочной вязки готова, мы будем вязать основным цветом 14 рядов. И затем включим в работу второй цвет. У меня это темно-серый. И также провяжем вторую серию дорожек платочной вязки. И эта серия состоит из трех дорожек. И также между дорожками платочной вязки будет три ряда. Это будет вот такое... Интервал будет соблюдаться для всех дорожек. Вот если на эту фотографию смотреть, я, конечно, здесь не указано, какой размер на фотографии. Мы видим, что по кокетке располагается три серии дорожек платочной вязки. Но для каждого размера ведь своя длина регланной линии. Поэтому нужно располагать серии из дорожек платочной вязки соответственно своей длине регланной линии. Вот для этой длины регланной линии разместилось три серии дорожек платочной вязки. А для больших, самых больших, возможно, размеров, может быть, здесь разместится и еще одна серия дорожек платочной вязки. Все это индивидуально и все это очень понятно. Поэтому подходите творчески и вяжите соответственно со своим размером. Я уже сказала, какова длина регланной линии для каждого размера. Сколько петель будет на спице для каждого размера, когда мы уже вывяжем кокетку. Поэтому дальнейшее вязание мы можем выполнить самостоятельно. Потому что все это очень просто. Мы вяжем, выполняя вот эти вот серии дорожек платочной вязки и, естественно, формируя угловой реглан, так, как я вам уже показала. Давайте дальше с вами будем вязать самостоятельно. И встретимся, когда кокетка будет уже готова. Успехов вам, мои дорогие вязальщицы! Вот и готова кокетка японки, которую мы с вами вяжем по описанию от дизайнеров Дропс. Я вяжу на размер S. И у меня по кокетке разместилось только две серии дорожек платочной вязки. У вас это может быть три и, возможно, даже для самого большого размера и четыре. Это вы уже сами определите. Я уже раньше вам говорила о том, какова длина регланных линий для каждого размера. Сколько нужно делать прибавок в процессе вывязывания кокетки для японки. И сколько петель будет у вас на спицах, когда вы завершите вывязывать всю длину регланной линии. У вас есть запись, соответственно, вашему размеру. А если вы эту запись не сделали, можно вернуться назад и еще раз посмотреть тот эпизод, где я говорю именно об этих параметрах. В первой части мастер-класса мы с вами выполнили все цели, которые стояли перед нами. Поэтому первую часть мастер-класса мы с вами завершаем. Дальнейшую работу мы будем проделывать в следующих частях мастер-класса. Надеюсь, что вам вязалось легко и все было понятно. А если вам что-то непонятно, есть вопросы, то напишите их в комментариях, и я вам обязательно отвечу. Ну а сейчас жмите на колокольчик, чтобы узнавать, а когда выйдут следующие части мастер-класса по вязанию японки от дизайнеров Дробс. И, конечно, ставьте лайки, потому что это очень важно для вязальщицы, для того мастера, который делает мастер-класс. Ведь так приятно видеть позитивный отклик от подписчиков, если на канал выходит мастер-класс. Ну и, конечно, если кто-то вязал вместе со мной, вместе с нами, но еще не подписан, то, конечно, обязательно подписывайтесь, потому что у нас на канале интересно, потому что мы много вяжем, и на канале можно найти много нового и интересного. До новых встреч, друзья, в следующих частях мастер-класса по вязанию японки от дизайнеров Дробс. До свидания!